Аида Степановна во второй раз за день встречает гостей. Первым, как оказалось, мошенникам двери она открыла, не задумываясь. Они назвали ее по имени, представились соцработниками. Ну, они говорят, вы ветеран труда, вам положено лекарство бесплатное, я начал перечислять, положено белье, положено, нет, ничего менее приносили. Пока один из мошенников отвлекал пенсионерку на кухне, двое других орудовали в спальне. Уходя, обещали посетить ветерана труда еще раз и привезти лекарства, бесплатные. Через некоторое время в дверь постучали сотрудники полиции, попросили женщину проверить личные вещи. Кошелек вот тут был, вот, сейчас кошелек взяли из кошелька, вот вывесили деньги, 12 тысяч. Я к сыну на кладбище собиралась, взяла деньги с книжки. Аида Степановна – одна из жертв мошенников. Одним они обещали чудо-препараты, другим – постельное белье. Чтобы задержать их, что называется, с поличным, сотрудники уголовного розыска МВД России по Саратовской области и управление МВД России по городу Саратову провели огромную работу. Финальный этап спецоперации. За машиной злоумышленников ведется погоня. Останавливают транспорт на Кумысной поляне. Работай! Руки! Руки! Быстро! Быстро сюда! На капот! Бегом! Голову вниз! А вы откуда ехали? С заводского района. А что вы там делали? Продавали. Что продавали? Аппараты. Какие? У нас в машине есть. Двое мужчин и женщина. То ли соц, то ли медработники. Потерпевшим они запомнятся под разными именами. Правовой статус им дадут правоохранительные органы. За совершение ряда краш и мошенничеств сотрудниками областного управления территориальных отделов уголовного розыска при содействии бойцов Росгвардии задержаны трое участников организованной группы, совершавших хищение денежных средств у пожилых людей. Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Пенсионерка Аида Степановна обещает не проходить мимо вот таких информационных буклетов и прислушаться к советам, как уберечь себя от мошенников. В случае, если к вам в дверь постучали непрошенные гости, не торопитесь верить в бесплатные акции. Позвоните по номеру 02-100-102 или обратитесь в ближайший отдел полиции. Элада Обжалимова, Денис Желтов, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.